Первый, который у меня роль, это будет цветочком. Я его вот сюда, вот так вот сделаю. Ну, наверняка, вот так вот. И уже как бы первый ухажер есть, шофер. Такой влюбленный какой-то такой будет. Такой Сергей Куликов немножечко такой будет под мухой. Вот это вот уже будет крепкий мужик. Такой мужичара будет серьезный такой, как-то так. Для своего бенефиса Виктор Межевикин выбрал спектакль по скриптум, по мотивам рассказов Шукшина. Свои будут рассказывать. Дядя Коля, Коля, Шурыкин. Зацепил тросами. Нечего ей зря тут стоять. Глаза мозолить. Всего за пару часов актер сменит шесть образов. Перевоплощаться признается нелегком. Костюм ведь только малая часть персонажа. Нужно работать не только кепочками, а и здесь, и чувствами, и мыслями. Это целая такая огромная работа, серьезная работа. Размышления над материалом. Думаешь, как вот, о чем писал Василий Макар, какие он тены хотел поднять. 25 лет назад Межевикин окончил театральный факультет в Воронежском институте искусств. И практически сразу, в 1989 году, молодой талант приняли в труппу Академического театра имени Тургенева. С тех пор его сцена для Межевики на второй дом. За плечами юбиляра около 160 ярких ролей. Это честь для многих находиться рядом с таким партнером, который в любой момент готов помочь, подставить свое дружеское плечо. Главный напарник юбиляра по спектаклю и хороший друг, актер Сергей Оксиненко, перед этим выступлением особенно волнуется. Боится подвести товарища важный день. И это несмотря на то, что спектакль они играют уже в третий раз. Волнуюсь, поверьте, больше, чем когда-либо волнуюсь перед премьером. В ноябре Межевикину предстоят гастроли с труппы театра в Смоленск, где они покажут четыре спектакля. А дальше работа и еще раз работа на любимой сцене. Анастасия Кожухова и Денис Еременко для программы Оперативный эфир. Анастасия Кожухова и Денис Еременко для программы Оперативный эфир.